Здравствуйте, я Владимир Антохин. Группа Инвитро и телекомпания НТВ представляют программу Мы и наука. Наука и мы. Программу о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Здравствуйте, я Екатерина Шугаева. Через 10 лет мы ликвидируем дефицит тестостерона. Я лично за то, чтобы вообще даже не задумываться через 10 лет о дефиците тестостерона. А, ты первый раз задумался, что есть такая проблема. Поэтому пригласил оптимистов, которые считают, что через 10 лет мы действительно ликвидируем дефицит тестостерона. Это Карина Бондаренко, врач-акушер-гинеколог. Добрый вечер. Здравствуйте. И Ольга Тарасенко, врач клинической лабораторной диагностики. Здравствуйте. Я, в принципе, тоже за то, чтобы с тестостероном все было в порядке. Но, по традиции, у меня в гостях скептики. Это Александр Тхостов, клинический психолог. Добрый вечер. И Степан Красняк, уролог. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы это так организовали, что мужчины будут против? Вот я хочу сказать, что мужчины скептики. Провокаторы, да. Прекрасные женщины-оптимисты. Женщины за то, что все будет хорошо. Но мы заинтересованы в этом. Почему мы вот так поделились? А будет хорошо или нет, мы узнаем, потому что в конце программа наши гости и оптимисты и мои скептики сделают прогноз, с какой вероятностью через 10 лет мы действительно ликвидируем дефицит тестостерона. О своем личном, наконец-то, расскажет наш эксперт профессор Капустин. Как вообще причудливо устроена жизнь? 40 лет назад я был студентом второго курса. И вместе со своим товарищем Сергеем пришел в лабораторию органической химии заниматься в студенческом научном обществе. Занимались мы как раз синтезами азопроизводных тестостерона. Полученные вещества мы потом вкалывали несчастным кроликам. Синтезами я занимался очень недолго. Карьера моя окончилась плачевно после того, как я рассыпал на пол всего лишь пару граммов вещества, которые мы варили целый месяц. В общем, с позором я был изгнан из синтетиков, стал нефтехимиком. Стероиды, в том числе и тестостерон, это регуляторные молекулы. Модификация стероидов вызывает изменение их активности. И это является самым эффективным способом создания новых лекарственных препаратов. На базе тестостерона и его производных создано научное направление – гормональная терапия. Но отношение к этой терапии крайне неоднозначное. Кто-то боится ее как черт ладана, другие вообще считают панацеей от всех болезней. Типичные заболевания пожилых мужчин, такие как атеросклероз, гипертония, диабет, отсутствие эрекции, коррелируют с уровнем тестостерона в крови. Исследования показали, что снижение либидо происходит при снижении концентрации ниже 15 наномолей на литр, а сахарный диабет развивается при концентрации ниже 10 единиц. То есть существует некий пороговый дефицит тестостерона, порядка 10 наномолей на литр, который называется возрастной андрогенный дефицит. Отсюда, собственно, и появляется предположение, что нормализация уровня тестостерона способна замедлить старение организма. Про замедлить старение организма, как интересно. Вот он тебя-то завлёкся, да? У меня к тебе очень личный вопрос. Давай. Ты следишь за уровнем своих гормонов вообще, ну и тестостерона в частности? Ну, специально не слежу. Иногда сдаю анализы, готовюсь к программе, тоже на тестостерон сдала. Тут, правда, его всякого много, я потом спрошу, чем отличаются один от другого. А ты? Ну, я вот тоже перед программой сдал. Всё хорошо. А можно взглянуть? Карина Рустамовна, а вы следите за уровнем своих гормонов, ну и тестостерона в частности? Конечно. В силу ряда обстоятельств я вынуждена следить, потому что я врач, я слежу за гормонами моих пациентов, но, естественно, за своими. За своими это, как правило, гормоны щитовидной железы, это ТТГ. Ну, пару раз в жизни сдавала ХГЧ, хореонический гонотерапин, когда подозревала беременность у себя, но это нормально. Всё, наверное, это единственное... Это тебе пока не граница. Эти два гормона... Ключевое слово пока? Слушай, наука идёт вперёд. Тестостерон, конечно, не сдавала, потому что не было показаний. Угу. Александр Шамильевич, а вы следите за своими гормонами? За тестостероном? Да. Нет. Ни разу не сдавали? Нет, сдавал. Сдавал, когда был молодой и работал в онкологическом научном центре, и там один из моих коллег, он исследование делал, ему нужна была норма. А. И вроде... Ориентировался на вас. Паталонная брови. Вроде бы на мне она была и установлена. Какая-то паталонная, как устанавливается норма. Вы нормальный скептик, я понял. Ольга Анатольевна, а вы следите за уровнем своих гормонов, ну и тестостерона в частности? Ну, я не могу сказать, что я слежу за гормонами и тестостероном, но в целом я в обязательном порядке ежегодно, в одно и то же время, весной, делаю полный спектр анализа, включая естественные гормоны. Поэтому можно сказать, что слежу. Слежу. Тестостерон туда входит? Обязательно, конечно. Он идёт в обязательном порядке. Конечно. Так же, как и другие половые гормоны. Степан Сергеевич, а вы следите за своим уровнем тестостерона, ну и вообще гормонов? Ну, тестостерон это основной мужской гормон. Я сдавал его один раз пока в своей жизни. Да, пока не слежу, но сдал для того, чтобы определить, скажем, какой он сейчас. Начальный уровень. Да, для того, чтобы со временем, если какие-то будут проблемы, знать относительно какого уровня он изменился. Я прям чувствую, как тестостерон зашкаливает. Давайте прервёмся. Реклама на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Ну хорошо, вот мы сегодня не обо всех гормонах, а только конкретно о тестостероне. Так вот, что это такое? Где и как он вырабатывается? И зачем? Тестостерон – это основной мужской половой гормон. Половых гормонов их много, есть мужские и женские. Вот тестостерон – это основной мужской половой гормон. Он нужен в организме мужчины не только для того, чтобы определять сексуальную функцию. Все клетки мужского организма имеют рецепторы к тестостерону. А где он вырабатывается? Ну, если позволите, я подойду к доске. Всё начинается на самом деле в головном мозге. Есть такая небольшая железа, которая называется гипоталамус. Она вырабатывает гонадотропины, которые стимулируют гипофиз, который тоже находится в головном мозге. И он, в свою очередь, вырабатывает два гормона. Они вырабатываются как у мужчин, так и у женщин. Это лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон. И вот именно лютеинизирующий гормон стимулирует мужские половые железы, яички, а конкретно клетки лейдига, которые там находятся, выработки тестостерона. Там он, собственно, вырабатывает. Интересно, женский гормон стимулирует выработку мужского тестостерона? Ну, нельзя говорить о том, что гормоны мужские и женские. Они есть все гормоны в мужском организме, и эти же гормоны в женском. Только они находятся в разных соотношениях. Соответственно, вырабатывается он в яичках. И для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы в первую очередь определять, конечно, репродуктивную функцию. Именно с подъемом уровня гормона в определенном возрасте связано половое созревание мужчин. Если мы посмотрим, как изменяется уровень половых гормонов и тестостерона в течение... Возраст здесь? Да, здесь возраст. Здесь, скажем, уровень гормонов. Уровень тестостерона. Ну, определим где-то 75 лет, скажем. Средняя продолжительность мужской жизни, к сожалению, сейчас даже намного не... Пусть будет 95. Мы будем оптимистами. Мы приветствуем вас в стане оптимистов. А почему не 105? Давайте ставим реальные цели. Мне было так проще поправить семерку на девятку. Да. Где-то в возрасте 25-30 лет уровень тестостерона становится максимальным. То есть он растет, 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 становится максимальным. И начиная от этого возраста, примерно на 1-1,5% в год он начинает снижаться. Снижается, 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 снижается неуклонно. До тех пор, пока не достигнет определенного уровня. Здесь я, пожалуй, не соглашусь с профессором Капустиным, который говорил о том, что принята норма в 10 наномоль на литр. В медицинском, скажем, урологическом, андрологическом сообществе есть другая норма. 12 наномоль на литр. Одну вещь уточнить можно? Меня здесь удивила как бы и пессимистическая вещь, и оптимистическая. И пессимистическая, что старость начинается в 25 лет. Я думала, кстати, раньше. И это на самом деле биологически обоснованно, потому что мы, как вид, не изменились за последние 100 тысяч лет. И вот в то время, еще доисторическое, средняя продолжительная жизнь как раз была примерно 25-30 лет. Там же старость заканчивалась уже к этому времени. Оптимистическая вещь, что все начинается в голове, и, кстати, там же и заканчивается. Там уже и заканчивается. Кстати, Александр Шамильевич, а в какой степени тестостерон определяет половое влечение? Мы вообще к чему все это? Вы знаете, он определяет, на мой взгляд, очень ограниченно, скажем так, и очень жестко, так сказать. Если совсем нет, то будет довольно плохо. Но он абсолютно не определяет, в какой форме будет это сексуальное поведение. Будет ли оно вообще, кстати. Потому что некоторые люди отказываются по разным идеологическим причинам от секса. Это, понимаете, так рассуждать, что это определяет, это как утверждать, что голод определяет то, какую вы будете есть пищу. Вы можете быть, значит, веганом, вы можете быть каким-нибудь каннибалом, понимаете. Вы можете быть гурманом, вы можете вообще, у вас может быть пост или голодовка. Вот примерно так. То есть вот как интересно, да, в общем сознании всегда связано тестостерон, значит, мужчина. Вот мы и займемся, наконец-то, просвещением. Карина Рустамовна, а почему возникает дефицит тестостерона? Ну вот я читал, что, например, любителей пива, да, у них тестостерон уменьшается. Многие наши зрители сейчас вздохнули, конечно же, наверное, но тем не менее. И вообще, к чему приводит дефицит тестостерона у мужчин, у женщин? Да, вы совершенно, кстати говоря, подзабыли женщин, потому что и все ваши схемы почему-то касаются только мужской положительности. Мы прекрасное оставили на потом. Да, прекрасное на потом. Вот всегда вы прекрасное оставляете на потом. Надо начинать с прекрасного. Вот примерно то же самое, примерно те же, не примерно, а точно такие же этапы, точно такие же этажи. Регуляция тестостерона просто на месте лейдига у нас текоклетки, это клетки в яичниках, да, не в мужских гонадах, яичках, а в женских клетках лейдига, а текоклетках. Значит, и мы тоже начинаем с 25 стареть. Это все верно. Это странно будет. 55, не переживай. Еще надпочечники есть, тоже про них нельзя забыть. Да, 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 еще есть надпочечники, здесь как-то вот мы не обсудили надпочечники. Кстати, в женские вот эти тестостероновые андрогенные эффекты огромный вклад дают именно надпочечники, их активность. Что касается дефицита тестостерона у мужчин, да, но, безусловно, вы совершенно правы. И пиво, и другие активности не совсем здоровые, да, они, как правило, приводят к тому, что мужчина неизбежно набирает вес, у него появляется вот этот вот замечательный пояс, что, в котором вместо нашего тестостерона, нашего, потому что мы, женщины, очень заинтересованы в тестостероне, не меньше, чем наши партнеры, наши мужья, наши дети, там, и родители, потому что, ну, это, собственно, основной гормон, который, на котором строятся семьи, да. Весь мир крутится вокруг тестостерона. Можно сказать и так, можно сказать и так, не зря его когда-то называли гормоном королей, да, и королем гормонов, кстати, тоже. Ну, дело в том, что тестостерон, он универсален в какой-то степени, он способен совершенно запросто трансформироваться и в очень активный тестостерон, это дегидротестостерон. С одной стороны, давай вот, проявляя все биологические эффекты, так, мужские, с другой стороны, тестостерон, трансформируясь, там, с помощью специальных ферментов, периферической, в жировой ткани, может превращаться в женский половой гормон, в эстрадиол. То есть мужской гормон, женщинам тоже нужен. То есть вот он зачем женщинам, то есть он просто переходит потом в женский. Нет, женщинам он не для этого. Женщинам он нужен совершенно для других целей. У женщин он выполняет те же функции, способность продолжать род, способность когнитивных, когнитивные способности, способность мыслить, понимать, иметь какой-то мышечный рельеф, к которому все стремятся. Потом, ну, для женщины тестостерон, это, знаете, вот какая-то уверенность в себе, может быть, какая-то целеустремленность. Такие мужские черты, когда заходит, например, пациентка, вот я уже мысленно себе, например, отвечаю, так, это женщина с хорошим уровнем тестостерона. Несмотря на весь свой ввоз каких-то проблем, которые у нее накопились за года, она очень уверенно и четко раскладывает и конструктивно все свои проблемы по полочкам, и уже ты понимаешь, что с тестостероном у нее точно будет все в порядке. А недостаток чем тогда грозит? Недостаток. А избыток? Про избыток мы поговорим еще отдельно. Сначала недостаток. Давайте с недостатками. Да, что не всегда это влияет, например, на половое увлечение. У женщин этот график выглядит, ну, наверное, примерно так же, но мы все-таки принимаем во внимание еще и надпочниковый андроген, мужской половой гормон андроген, дегидроэпиандростерон, сульфат, очень сложное название, тем не менее его нужно озвучить. И динамика, она примерно такая же. Дестерон падает очень плавно, дегидроэпиандростерон падает прям вот стремительно. К менопаузе, к тому возрасту, когда женщина, ну, физиологически уходит в новый этап своей жизни, так скажем, да, назовем его очень в элегантный возраст. Вот. И дефицит тестостерона, как правило, мы видим у женщин, которые как раз-таки преодолевают этот этап, переходя в новый качественный, новый период своей жизни, в менопаузу. А мужчин, ну, я не знаю, вот вы согласитесь, есть андропауза вообще? В этом беда мужчин, что дефицит тестостерона подкрадывается незаметно в течение многих лет. И если женщина, она... То есть он не ощущается никак? Он ощущается, но исподволь. И вот это изменение, оно мужчиной не всегда осознается, что это может быть дефицит тестостерона. Вот у меня, значит, началось там... Вот началось, в общем. Началось, да. Может, лучше не знать про это? Я думаю, что незнание здесь, родни, закапываю головой в песок. Что незнание, оно не спасет от ответственности. Сейчас мы ненадолго прервемся. Реклама на НТВ. В эфире программа... Мы и наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет мы ликвидируем дефицит тестостерона. Ну, и, видимо, будем все счастливы. Ну, конечно, будем счастливы, независимо, я думаю, от этого. Но, тем не менее, в конце программы наши гости оптимисты и скептики сделают прогноз. Какой вероятностью через 10 лет мы действительно ликвидируем дефицит тестостерона? О недостатках гормональной терапии рассуждает наш эксперт профессор Капустин. Как это ни печально для всех Homo sapiens, но процессы в организме протекают только в одном направлении. В наших телах нет ничего, чтобы улучшалось со временем. Существует несколько ключевых факторов, которые определяют процесс старения. Это накопление ошибок в ДНК, нарушение работы стволовых клеток, исчезновение теломеров. Прямой путь к Альцгеймеру и Паркинсону. Но еще более 100 лет назад Арнольд Лорант обнаружил, что экстракт яичников свиньи отодвигает старение. Уже к началу 40-х годов появились первые лекарства с гормонами. Бум возникновения гормональной терапии можно сравнить с нахождением молодильных яблок или таблеток вечной молодости. Постепенно гормоны просто стали средством для хорошей жизни. Их назначали именно для продления молодости, чтобы сохранить кожу, чтобы волосы были более здоровыми, чтобы улучшить настроение. По существу гормоны стали первыми таблетками счастья. Но оказалось все не так гладко. Существуют данные о том, что у женщин после 50 гормональные препараты увеличивают риск развития рака груди. Все больше врачей возражают против массового применения гормонозаместительной терапии. Кроме того, применение гормонов увеличивает риск развития инсультов и инфарктов, вызывает гипертонию и аритмию. Многие врачи не устраняют причину болезней, а борются лишь с симптомами и последствиями. И назначают заместительную гормональную терапию на всю оставшуюся жизнь. Вот, поэтому может быть дефицит, никакой не дефицит. Поэтому я сегодня скептик. Вот сейчас и разберемся. Ольга Анатольевна, ну вот в анализах, да, действительно есть реферсные значения. Нижняя граница, верхняя граница, диагностический порог рекомендованный. Вообще, кто эти границы и как установил? И могу ли я, не сдавая анализы, понять, что мне не хватает тестостерона? Все, что какие цифры вы видите, это эмпирически полученные. Цифры – это практика. То есть на практике получили все эти результаты. Суточные колебания, вы знаете о том, что каждые 90 минут буквально может быть скачок, изменения. О том, что действительно в ночное время, причем обратите внимание, секс, регулярный секс приводит к тому, что это время снижения тестостерона вечернего, оно уходит в сторону, и начинается синтез несколько в другое время, чтобы в утренние часы был наиболее высокий уровень тестостерона. Это тоже так. То есть уровень тестостерона может измениться там за 90 минут? Да, за 90 минут. Поэтому идеальный вариант, когда человек в определенное время, постоянно, в одно, еще сезонность есть, о том, что здесь тоже нужно обращать внимание, о том, что, ну и у животных так же, и у людей так же, что в осеннее время уровень тестостерона выше, в весеннее-летнее время тестостерон ниже, как бы там ни было. То есть сезонные колебания, они есть. И суточные, и сезонные. Поэтому если кто хочет сдать анализ и получить достоверный результат, нужно приходить обязательно натощак. То есть требования, правила лабораторной диагностики, они очень простые. Натощак. Это 8 часов не нужно есть. Не нужно есть. Не нужно принимать препараты. Есть специальная подготовка, потому что есть ряд препаратов, которые могут привести не к достоверным результатам. Утром встали в спокойном режиме, не бегали, не прыгали. Это тоже отражается на результатах. Нужно в спокойном режиме прийти в пункт сдачи крови и сдать кровь из вены. А вот без сдачи анализа как-нибудь можно понять? Ну, это уже клиницистам для того, чтобы определяли. Ну, мы с вами видели существенное оволосение у женщины. Либо снижение либидо у мужчины. Это, ну, как вариант. Вот то, что рассказывала Карина, большое количество симптомов и различных заболеваний могут быть. И человек это ощущает. А, то есть человек должен ощущать. Нет желания у мужчины. Многие, и в том числе вы говорили по поводу атеросклероза и так далее, все это признаки. Но для того, чтобы определиться, нужно, конечно, сдавать анализы. Конечно, женщина, сдавая тестостерон, должна сдать все гормоны половые. Для того, чтобы определиться, по одному показателю не представляется возможным. Нужна клиническая картина в любом случае. Полный спектр должен быть. Только тогда можно сориентироваться. Иначе это просто не достоверные результаты. Хорошо. Но вот если, допустим, Успен Сергеевич, сдали анализы, действительно не хватает тестостерона. Как борются с недостатком тестостерона? Вообще, какие существуют методы повышения его? Естественным путем. Вот если я не хочу таблеток, например. Ну, не я. Какие есть? Начать от того, что... Я слышала, что если мужчину кормить морепродуктами... Отлично. Впервые за 4 года меня покормят. Яйцами. Это я тоже возьму. То глядишь и... Все? Не знаю, могу тебе... Какие есть еще? Что еще? Вот естественными способами можно повысить? Ну, отлично, что вы здесь прилили в пример именно морепродукты и именно яйца. То, что касается морепродуктов и повышения уровня тестостерона, это такой расхожий миф, что если человек скушает, к примеру, много устриц или морепродуктов, он немедленно тут же становится неким половым гигантом. Альфа-самцом. Альфа-самцом. Это миф, да? Это миф. На самом деле нет таких чудесных продуктов, которые бы мгновенно и надолго повышали уровень тестостерона. С другой стороны, яйца, они, наоборот, могут способствовать, ну, не повышению, а поддержанию уровня тестостерона. Почему? Потому что в организме человека тестостерон образуется из холестерина, как и все другие стероидные гормоны. Поэтому, к примеру, диета с жестким ограничением холестерина и жиров, да, это не полезно для мужского организма в частности. Люди снижают холестерин, по крайней мере снижают тестостерон. Вегетарианцы, например, вегетарианцы, они страдают... Вегетарианцы. Они находятся в группе риска по низкому тестостерону. По низкому тестостерону именно из-за этого. Поэтому определенное количество холестерина и холестерин-содержащих продуктов мужчине нужно. Что касается дефицита, да, для того, чтобы определить дефицит тестостерона и предложить, да, начать лечение, нужно сочетание клинических симптомов, о которых говорила Карина Рустамова. То есть это сексуальные симптомы, это когнитивные симптомы, то есть связаны с центральной нервной системой, да, потому что начинается все на самом деле не с половой функции, начинается с изменения в поведении, в характере, в настроении. Мужчина становится переменчивым настроением, плаксивым становится нервным. То есть нет вот этой стрессоустойчивости, о которой тоже говорили. Существует масса причин сниженного уровня тестостерона, но в типичном случае то, о чем мы сегодня говорим, по большей части, это возрастной андрогенный дефицит, да, это возрастное снижение уровня тестостерона. И его можно устранить, компенсировать разными способами. То есть это, начнем от простого к сложному. Первое, изменение образа жизни, да, это борьба с абдоминальным ожирением, с отложением жира на передней брюшной стенке, потому что именно в этом жире тестостерон мужчины превращается в эстрогены. Поэтому об этом мужчины должны знать, в женские половые гормоны, да. Это физическая активность, которая сама по себе, даже без снижения массы тела, приводит к повышению уровня тестостерона даже у молодых мужчин. Лучше, чем еда? Вот что лучше, кстати, спорт или еда? Лучше все вместе, лучше здорово есть. Легче еда, лучше и то, и другое. Переходите к следующему, да, есть различные растительные, там экстракты, какие-то молекулы, там опигенины, кореин, какие-то другие молекулы, которые способствуют, стимулируют мягко как бы синтез тестостерона. Следующий этап, это то, о чем говорил профессор Капустин, заместительная гормональная терапия. Тут нужно понимать, что препараты тестостерона, это рецептурные препараты. Говорить о том, однозначно, они хорошие или плохие, невозможно. А это препараты, которые показаны тем, кому они показаны. Применяться они должны не так, как они порой применяются, а для лечения эректильной дисфункции, для лечения метаболического синдрома, они должны применяться для лечения дефицита тестостерона. И назначаться врачом. Обязательно. Потому что часто у нас... А правда ли, Александр Шамильевич, я читала, что тестостерон является допингом. Но, кстати, не во всех странах. Ну да, в общем... То есть он запрещен. Поскольку он имеет отношение и к силе, например, да, к вообще мышечной... Анаболической эффекту. Да, он, в общем, на ткани влияет. Потом он же дает еще как бы некоторый такой психологический допинг. Понимаете? Ярость там, вот энергия, вот это все. У меня, кстати, за кулисами находится один объект, который использует, ну, по крайней мере, по народным преданиям, использует допинг. Какая прелесть. Вот он, он, интересно, у него какой у него тестостерона. У него с тестостерона. А к чему приводит вот излишек, да, тестостерона, вот, как у мужчин, так и у женщин? И бывает ли такое вообще? Он очень тестостеронный у них. Да, у него все хорошо с фертильностью, да? Да. Кладится, как кролик, можно сказать. Именно. Смотрите, ну, у нас все должно быть гармонично в организме, да? Не может, не должно... Слишком хорошо тоже плохо. Тоже плохо чем? А плохо тем, что для женщин это все признаки превращения в мужчину уже фенотипические. То есть женщина становится... Избыточный рост волос там, где ей быть не должно. И выпадение волос там, где они, собственно, должны быть. То есть это так проявляется дефицит. Не нужно, что они везде от росла коса до пояса нет. Ну, на... Воздействует на фолликулы. Вот борода, да. Растет борода. По мужскому типу, в общем, женщина меняется. Какой у нас мужчина среднестатистический? Имеет небольшую плешинку. Ну, хорошо, мужчина, борода не страшно. А мужчина... Ой, как он уши поднялся. Он решил послушать, да, что ему грозит. Ну, избыток тестостерона... А мужчина чем грозит? А можно я все-таки скажу про женщин? Потому что мы незаслуженно забываем женщину. Мы совершенно не обозначили, кстати, то, что у женщин нижний порог тестостерона неопределён. Никто не знает. И поэтому, если бы у вас, например, был дефицит... Погодите, у меня написано от 0,52 до 1,72. Это для этого метода. Ольга Анатольевна, может быть, меня поддержит, потому что... То есть, по идее, нижнюю границу можно убрать. Ничего страшного, если... Андрогенный дефицит у женщин, этот диагноз, на сегодняшний день мы не можем поставить, ориентируясь на какие-то лабораторные тесты. Любой тестостерон, который получится у нас по результатам любой лаборатории, не будет основанием для того, чтобы поставить такой диагноз. Потому что этот диагноз ещё на сегодняшний день не имеет такой юридической, что ли, силы. То есть это мы условно подозреваем, клиницисты используют, интуитивно чувствуют, но каких-то там нормативных документов, которые нам позволили уверенно чувствовать себя в компенсации именно андрогенного дефицита у женщин, на сегодняшний день нет. Вот такая вот беда и пробел у нашей... Доказательная медицина здесь как раз не сработала. Да, здесь пока достаточно... Вроде бы всё можем. Так же, как и верхняя граница тестостерона у мужчин. Вот, видите, как у нас нет нижней, у вас нет верхней. А куда же нам тогда идти? Да, куда бежать? Куда же бежать? Ну, ориентироваться на какие-то клинические данные в первую очередь. Клинические данные всё-таки есть. Поэтому на их основания ставят всё-таки какие-то границы, да? Да, но мы с вами перепрыгиваем. В общем-то, что касается избытка тестостерона, замечательного гормона полового у женщин, в первую очередь, это невозможность продолжать род. У него способность теряется к размножению, поскольку тестостерон в избыточном количестве настолько нарушает вот эти вот естественные процессы образования яйцеклеток, овуляций, утолщает капсулу женских ганат, что женщина практически исчезает. Вот эта способность зачать ребёнка расстроился. Да, он услышал про свою женщину. Давайте я пойду. Отпустите, пожалуйста, уже. Продолжать род. А у мужчин? У мужчин избыток тестостерона, кстати говоря, он, наверное, если искусство вмешиваться в этот процесс, он также нарушит фертильность, способность... У меня был такой пациентка, да, я гинеколог. Ко мне пришла девушка с вопросом продолжения рода. У неё не получалось в течение какого-то времени завести ребёнка. И иногда они приходят, вот эти вот пациентки парами. Вот. На горизонте появляется такой совершенно квадратный, замечательный из журнала, да, такого мужского мужчина. Из женского журнала. Из женского журнала, да, да, хорошо. Из женского журнала, соглашусь. Вот. Появляется такой мужчина, который вот боком входит в кабинет, и я понимаю, что что-то неладно, то есть у такого альфа-самца брутальной наружности не может быть проблем с фертильностью. Конечно, мы начинаем всё обследование со спермограммы, и спермограмма показывает вообще отсутствие каких-либо мужских половых клеток. А тестостерон-то у него повышенный? А тестостерон у него повышен, это тот случай. Да, вот, Светлана Сергеевич, вроде верхней границы нет, но при этом, когда много мужчин, тоже плохо. Да, если естественно высокий тестостерон, он не может приводить к этому. Если мы говорим об непоказанном, да, приёме тестостерона не по показаниям, у спортсменов, например, вот эта частая ситуация, с чем это связано? Это связано с той схемой, которая нарисована на доске. Замещая тестостерон извне, мы прекращаем те самые сигналы гипофиза, которые идут с головного мозга. Но организм так устроен, что он не может только выключить ЛГЭ. И он вместе с лютеинизирующим гормоном выключает и фолликулостимулирующий гормон, который ответственный за выработку мужских половых клеток. То есть, получая тестостерон извне, организм выключает обе функции яичек. Выключает вообще всё, да, всё вертикально. Да, именно поэтому у мужчин, которые принимают тестостерон, у них снижается, как правило, репродуктивная функция. Они об этом знают, вот интересно, когда начинают. Просто я в спортзале вижу часто, как... Они, да, ставим всё на алтарь красоты ходу. Как бы у них идея такая, что видимость важнее сути. Причём изменения совершенно могут быть необратимые, правильно, коллега? Да, к сожалению. В течение года... Нельзя обратно включить вот это всё вертикально, если перестать. Ладно, мы об этом обсудим. Об опасностях мы ещё поговорим, а пока реклама на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет мы ликвидируем дефицит тестостерона. А о заместительной гормональной терапии рассуждает наш эксперт профессор Капустин. Наша жизнь делится на два периода. Первый, когда половых гормонов достаточно, организму легко и просто справиться с большинством болезней. Второй, дефицит половых гормонов. Болезни приобретают прогрессирующий характер, идёт их необратимое течение. Снижение выработки половых гормонов – это ключевой момент старения. И тут как раз на помощь приходит заместительная гормональная терапия. Она назначается пациентом при снижении уровня тестостерона. Назначается обычно на длительный срок, а иногда и на всю жизнь. Правда, возникают и необычные побочные эффекты. Заместительная гормональная терапия позволила существенно и довольно быстро омолодить мужчин, сделать их крепкими и моложавыми. Но когда к ним вернулась способность заниматься сексом, их семьи стали разрушаться. Мужчины стали уходить от своих ровесниц к молоденьким. Ведь у ровесниц и талия исчезла, и складки на спине, и к сексу полная равнодушие. Но эстроген плюс витамин D плюс тестостерон, и перед нами снова красивая молодая женщина, которая по-прежнему интересна своему партнёру. И вот за это, именно за это всегда будут бороться миллионы женщин по всему миру. Капустин главный секрет раскрыл тебе. Это какая-то тестостероновая, тогда гонка. Мужчина хочет более молодой, она принимает и тоже. Честно, я с этим не согласна. Неужели наука как-то не может это регулировать? К науке мы сейчас как раз вернёмся. Хотя вы были оптимисткой только что. Да, да, да. Ольга Анатольевна, ну мы уже говорили, что да, занятие спортом и еда, это повышает уровень тестостерона. Ну, вы знаете, конечно, я могу попрыгать немножечко там. Повышился? Ну, немножечко. Потом ещё, ну, может быть, да, чуть-чуть гантели вот я могу ещё покачать. Ну и съесть потом что-нибудь такое. Устрицу с яйцом. Ну, наверное, устрицу с яйцом, да. Как себя чувствуешь? Повышается? Знаете, да, конечно, я чувствую, что повышается, но вот попроще никак нельзя. Вот может нам чем-то наука помочь регулировать уровень тестостерона индивидуально в ближайшие 10 лет? Или вот только вот старые добрые железо, еда? Ну, то, что касается науки и ближайшего будущего, я возьму с позиции генетики. Вы переходите к вопросу персонифицированной медицины. И здесь нужно тогда делать такой индивидуальный профиль, начиная с того, что секвенирование, нужно изучить геном конкретного человека и заниматься этим человеком на протяжении достаточного долгого времени для того, чтобы это решить. Мы сегодня не затрагиваем вопросы, связанные с генетическими заболеваниями, которые приводят к снижению тестостерона и тем заболеваниям, которые есть у деток. Это целая генетическая программа, которая в ближайшие... Вот здесь, я думаю, что в ближайшие 10 лет будет колоссальный прорыв, и эти многие вопросы, когда мы сегодня читаем порядок заболеваний. О том, что неизлечимо здесь, конечно, будет. Хорошо. Карина Рустамовна, вот к вопросу о персонализированной медицине и геноинженерии. Как вы считаете, а можно будет ещё до рождения ребёнка запрограммировать его организм на нужный уровень тестостерона, ну и вообще гормонов? Это вообще фантастика, конечно, была бы. Прям совсем фантастика. Неужели нельзя будет прописать по годам? Знаете, как в табличке математической. Как развивается генетика, эмбриология, репродуктология, наверное, когда-то это можно будет, просто нужно будет, тогда мы вообще превратимся к каких-то роботов. Роботов, да. Но зато здоровых, красивых, вечно живущих роботов, но это тоже неинтересно. И все одинаковые. И все одинаковые, да. В плане персонифицированного подхода лично к себе, кстати говоря, мне понравился пример Степана. То есть он уже начал отсчёт в пропасть, я так поняла, он знал. Надеюсь, что там плохо ещё. Надеюсь, я ещё. Ну мы-то уже там, да. Степан, нам будет что возразить. Нет, все мы оптимистично, весело движемся туда. Все мы оптимистично идём в одну и ту же сторону. Он определил свой тестостерон и будет, наверное, всю жизнь стремиться к этому уровню, потому что для него это было самое гармоничное состояние, когда он вот обрёл вот это вот. Слушай, я тебе говорю, но это же не совсем так, потому что то, что хорошо для 18-летнего парня, не всегда хорошо для 60-летнего человека. Это думать, что он всегда останется вот такой же и с теми же интересами. Потому что я знаю, значит, мужчины, они мне рассказывают, когда они уже стареют, у них уменьшается уровень, они говорят, наконец, эта проблема закрыта. Ничего себе. Да, наконец-то можно спокойно заняться другими делами. Причём, знаете, с клеймом «Наука разрешила». Ну всё, официально закрыто. Ну, кстати, к вопросу «Хорошо или плохо?» Я заехал к нашему другу Павлу, и смотри, он купил себе вот хаски. Ой-ой-ой! Да, предыдущий хозяин заводил собаку только с одной целью, чтобы заниматься продажей щенков. Вот, и колол ему тестостерон. Да, ладно? Да, да. Но потом прекратил и как-то решил от собаки избавиться. Вот наш Павел пожалел животное, купил себе. Но, как видишь, пёс не очень счастлив, доволен, радостен. Депрессия? А вот правда, Степан Сергеевич, искусственное повышение тестостерона чем нам грозит? Вот потом, в будущем? Сейчас на него пьют, повышают, а потом что? Ну, не пьют, а колют. Депрессия. Потому что таблеток, повышающих с тестостероном, нет. Да, одно время были таблетки, которые заместительной гранатерапии, но они казались очень токсичны для печени. И сейчас они запрещены практически во всех странах мира. То есть это нужно колоть. Или мазать. Я читала, что в Египте не запрещены. Может быть, конечно. Может быть, я все страны не могу сказать. Но чем это чревато? Во-первых, мы говорим о восстановлении дефицита тестостерона. То есть это восстановление до нормы, которое приводит человек и его психологическое, физическое состояние, условно, в норму. Да, если мы говорим об избыточном повышении уровня тестостерона, это то же, что для женщин, наверное, это избыточная агрессия немотивированная. Это какие-то физиологические вещи, связанные с выпадением волос и так далее. Это давление может увеличиваться. А вы сегодня сказали, что тестостерон связан с уровнем, ну как бы с холестерином. Правильно я понимаю, что чем выше тестостерон, скорее всего, тем выше уровень холестерина. И, возможно, тогда закупорка сосудов? Нет, здесь не все так просто. До сих пор общественность не определилась. Принято считать, что если, к примеру, у мужчин есть уже какие-то развившиеся сердечно-сосудистые заболевания, он перенес инфаркт, инсульт, то у таких людей назначение тестостерона может спровоцировать или утяжелить. Поэтому вот это еще до конца. Мне кажется, Степан, простите, перебиваю, что здесь вопрос в каком-то здравом смысле и в разумном использовании этих технологий, замещающей терапии. Тогда у меня вопрос к нашим гостям, оптимистам и скептикам. Вот, допустим, мы научились контролировать уровень тестостерона индивидуально. Не ждет ли нас тогда новая сексуальная революция? И вообще общество к этому готово? Институт брака, косметология. А косметология к этому готова? Вот интересно, да? Он чувствует себя молодым, а лицо-то не молодое. Вот, косметология. И рецепторы тестостерона есть в коже. То есть кожа, волосы, практически во всех тканях. Поэтому все будет, то, что зависит от тестостерона, все будет меняться в какую-то правильную, молодую сторону. Нет, ну это все-таки не, значит, эликсир молодости. Давайте скажем, что это не эликсир молодости. Если вы стареете, хоть колитесь-уколитесь, вы будете стареет. Сказали, еще мазать можно. Выглядеть будете, может быть, снаружи чуть лучше, но внутри совершенно не пахнет. Почему? Внутри тоже, может быть, будут лучше. Когнитивные функции. То есть опасаться нам нечего, да? Не в первую очередь от этого зависит. Ну и в первую, конечно. Я думаю, что не стоит. Хочу задать вам вопрос. С какой вероятностью, по вашему мнению, все-таки мы ликвидируем дефицит тестостерона через 10 лет? Кто готов? Я готов. Его ликвидировать можно хоть сейчас. Для этого есть все. Только если мы будем считать, как у Булгакова, что мы пересадим там яички обезьяны, и наступит счастье, мы глубоко заблуждаемся. Ну, к сожалению, не про счастье, мы про тестостерон. Нет, а у вас же, понимаете, он же вам нужен не сам по себе, да? А он вам нужен для, в том числе, счастья и сексуального. А это напрямую не зависит от этого. Вы можете иметь его огромный уровень там, и при этом быть абсолютно несчастным человеком, которого никто не будет любить, и он никого не будет любить. Ликвидировать можно уже сейчас, но ожидания, мне кажется, от этого совершенно необоснованы. И мы поэтому никто не будет его ликвидировать. Поэтому, на мой взгляд, это как бы... Не надо его трогать. С ним все нормально. Ну, не ноль, но около нуля там. Типа 10%. Ну, 10%. Окей, 10%. У кого-то есть еще прогноз, что мы все-таки будем ликвидировать дефицит тестостерона, и через 10 лет мы реально избавимся от дефицита? Вот прям практически лекарствами. Степан Сергеевич. Я, пожалуй, соглашусь с Александром Шамильевичем в том, что ликвидировать, то есть восполнить условно, устранить проблемы, связанные с ним, восстановить его до физиологической нормы, мы можем и сейчас практически у всех. Но ликвидировать дефицит тестостерона как заболевание, как состояние, мы не сможем ни в каком виде, потому что это один из естественных физиологических процессов, к сожалению. То есть сделать так, чтобы у людей не было никогда, и он не появлялся, мы не сможем. Может быть, если мы изменим генетику, как вы предлагали, может быть... Ну, это не через 10 лет точно. Ясно. Ну, в общем, ноль. Спасибо. Очень печальные прогнозы, на самом деле. Вот я вижу какой-то свет в конце туннеля, я вижу его в том, что мы должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы не допустить падения этого тестостерона. И не столько тестостерона, как просто какого-то анализа, а тех эффектов, которые связаны с дефицитом тестостерона в нашей практике, например, не практиковать какие-то радикальные операции на яичниках. У женщин тогда, когда они не нужны, по принципу, нет органа, нет проблемы, к сожалению, эта практика нередкая, да, а убирая основной источник синтеза тестостерона, например, в менопаузе у женщины, мы сталкиваемся с дефицитом тестостерона, и это объективно. Вот. И для того постараемся сделать так, чтобы не бороться с тестостероном, например, назначая контрацептивы. Контрацептивы – это огромное направление в нашей практике, профилактическое, лечебное, но часто контрацептивы подавляют синтез тестостерона, и это считается их преимуществом почему-то. На самом деле мы видим снижение либидов у женщин, зачастую, которые используют контрацептивы с антиандрогенным эффектом. То есть если мы здесь как-то разумно и вдумчиво будем действовать, и мы не допустим падение тестостерона там, где эффекты тестостерона, где он нужен. Да, вот в этом я вижу светлое будущее. Действительно, ликвидировать просто... Сколько вы на это дадите? Процентов? Ну, процентов 60, наверное. 60 процентов, спасибо большое. Ольга Анатольевна, а вы верите? Да, вы знаете, я верю, и я верю, начиная с того, что всё-таки нам необходимо переключиться на молодёжь. Потому что сегодня для того, чтобы с тестостероном было всё хорошо с возрастом, а возраст – это не болезнь, это наше состояние, и в любом возрасте мы себя ощущаем прекрасно, то хотелось бы, чтобы у молодёжи она не села в одни компьютеры, а, соответственно, стала более такая динамичная, вот как сегодня присутствующая в этой студии. Для того, чтобы всё было нормально с тестостероном, нужно вести, соответственно, такой образ жизни. И я за персонифицированную медицину, с её подходами, и мы не обсудили ещё новые методы, которые будут в диагностике этих состояний, потому что уже сегодня внедряются новые технологии, уже можно по слюне делать, и поэтому мой прогноз о том, что с тестостероном мы всё-таки нормализуемся, он в районе 70%. 70%, спасибо большое. Меня больше удивляет, что мужчины скептики. Нет, мы реалисты, мы реалисты. Мы хотели быть оптимистами. Они реалисты. Мы хотели, но вообще девушки и должны быть больше. Да, да, как приятно, когда такие оппоненты. Они должны верить в нас. Да. Володя, с вероятностью 35%, с вероятностью 35% через 10 лет мы ликвидируем дефицит тестостерона. Знаешь, я поняла в сегодняшней дискуссии, что проблем с тестостероном в принципе, как часто её надумывают, мне кажется. Вообще никакой нет. Несколько раз утром, да. Тестостерон – это не проблема. Поэтому я предлагаю оставить тестостерон в покое. Он и так у всех хороший. Ну, тогда напоследок анекдот. Приходит женщина к врачу, говорит, доктор, помогите. Вот муж на меня как-то не обращает внимания совсем. Говорит, вы знаете, могу порекомендовать, проходят испытания лекарства, на людях пока ещё не прошли, но на животных, на кроликах дают потрясающий эффект. Вот, даёт лекарство. Значит, одну таблетку с утра, на следующий день приходит женщина, цветёт просто радостно, говорит, доктор, спасибо вам большое. Вот, просто огромное спасибо. Говорит, ну и как? Говорит, понимаете, я только на всякий случай дала не одну, а сразу пять, так он до завтрака, значит, позавтракал после завтрака, ушёл на работу, в обеденный перерыв прибежал, ещё, значит, успел, пришёл вечером домой до ужина, после ужина, в общем, легли спать, успокоился вроде, так он ещё два раза перед смертью успел. В общем, соблюдайте дозировки и рекомендации врача и не переживайте по поводу своего уровня тестостерона. Оставьте, он у вас так хороший, главное следите за собой и занимайтесь физкультурой. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»